здравствуйте уважаемые подписчики гости моего канала и садоводы и огородники в первую очередь итак мы продолжаем с вами борьбу с тлей и муравьями о дегтярном мыли о его хорошем воздействии лечебном на растение я вам уже рассказала о том что он убивает всех паразитов таких как муравьев и тлю которую они растаскивают а это в основном и есть самые главные наши паразиты которые пожирают урожай объедают ягоды скручивают листья малины и очень жалко просто наш труд так как мы трудимся по полгоду а урожай за нас кто-то съедает другой кроме дегтярного мыла на своем участке я еще использую нашатырный спирт это тоже в общем-то хорошее удобрение и не такое уж оно химическое если взять остальные которые продаются в пакетиках но как-то вот не приученная к тем удобрением я честно сказать даже о их и свойствах не очень-то знаю и понимаю но зато вот народными методами пользуюсь всегда для этого возьмем с вами баночку с водой нужно взять пол литровую можно литровую и пропорция такая две столовые ложки аммиака вот такой он продается в аптеке покупаете вам и ухватит на все лето сразу скажу что аммиаком также можно подкармливать клубнику пропорция тоже две столовые ложки на ведро воды можно поливать под корень тоже уничтожает всех вредителей даже проволочника но я делаю вот так сейчас меня больше всего беспокоит для на эту баночку неважно любая посуда с чистой водой все равно пропорции берется на одном ведро воды то есть на 10 литров в итоге мы все это разведем перед тем как будем пользоваться берем 2 столовые ложки аммиака так прямо наливаем в эту баночку уже с водой с любым количеством затыкаемся мяком очень аккуратно может попасть в глаза глаза съест и выжгет сразу же чтобы не брызнуло сюда добавляем любое моющее средство для посуды любое хоть ферри хоть сорти которые у вас на даче есть не нужно заморачиваться это добавляется для того чтобы наш отель приклеивался к веткам и тля погибала и муравьи не могли ползти а так он просто смоется дождем и все точно так же две столовые ложки все теперь размешиваем в этой баночке любом количестве воды и вот это содержимое выливаем в одно ведро воды воды обычной которой вы поливаете свой участок далее можно взять распылитель если у вас есть это очень приветствуется это облегчает ваш труд если нет я думаю у каждой хозяйки есть такая бутылочка который она обрызгивает свои комнатные растения пойдет и такая опять же зависит от количества вашего урожая если у вас много соток и посадок тоже много лучше конечно опрыскиватель в редких случаях как я уже рассказывала если листья успели скрутиться я просто наливаю в чашку которой готовлю так как это ничего поганого здесь нет это на шатырь и жидкость для мытья посуды и прямо кисточки которые совсем испорченные отрываю которые можно спасти опускаю туда вместе со цветом и промываю промываю все тля погибает растение растет дальше ягодки наливаются ничего на выброс не идет просто спасение для урожая ну вот и все теперь возьмите 10 литров воды разведите и используйте кто-то брызгалкой кто-то распылителем кто-то промойте прямо в чашке посмотрите какой прекрасный результат даст вы свой урожай спасете вот таким образом получим в чашке смотрите какое количество тлей видите прямо все 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 поражено зелеными личинками наливаем раствор чашку и вот таким образом просто спасаемся от свете цветочки еще не распустились поэтому если мы его промоем цветок распустится и ягодки вырастут но если оставим еще чуть-чуть просто все погибнет вот скрученные листья вот видите как поражает моментально просто за три дня промываем их руками их больше здесь не будет они будут все плавать в чашке мертвые удачного вам урожая дорогие друзья а у нас пошел дождь просто ливень каждый день вот такое черное небо весь огород просто плавает всего вам хорошего подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки